На, сосиску я тебе кинула. Ой, на. Да что бестолочь, а? Вот так вот, друзья, кормим не только своих котов, но еще бездонных деревенских. Сейчас им зимой очень тяжело. У них очень сложный период зимой. Так что подкармливаем. Но вот иногда такие бестолковые попадаются, которому нужно не просто кинуть, а еще в морду сунуть эту сосиску. Лопай давай. Вот. Сосиску съест, день проживет, как говорится. И согреется. Ешь, ешь. Зирается по сторонам. Моих местных боится. Гоняют его тоже. Да и он хорошо гоняет моих котов. Мы убрали троих кроликов. Сейчас решили накрутить фарш на котлеты, на пельмени. Здесь у нас три вида мяса. Кроличье, козье и свиное. Вот. Тут сразу видно, мяско такое красное. Это у нас получается козье мясо. Такое красненькое, насыщенное. Завтрак у нас из своих домашних пельменей. Ну, сейчас позавтракаем и пойдем на улицу, немножечко погуляем. Решила на обед сегодня запечь картошку с козлиными ребрами. Сейчас как раз я хочу замариновать. Особо из маринада ничего не использую. У меня только майонез, чеснок, сухая петрушка, черный молотый перец, соль. Больше, в принципе, ничего и нет. Я не люблю вообще к мясу много добавлять приправ. Я люблю все-таки вкус мяса. Вот. Не пробовала козлятину. Первый раз. Сейчас как раз замаринуем и попробуем. Какая коза жирненькая, зажрелая. Вот сколько жира. Ребрышки будут сочные. Картошечка тоже. Сейчас я замариную. Мне Андрюшка сказал, может, вообще не надо майонезить. Просто чисто мясо все равно, оно вот будет жирненькое, сочное. Ну, я совсем так, немножечко. Вот. Не хочется пачкать мясо какими-то различными приправами. Хочется почувствовать вкус козьего мяса. Ну, а пока козлятина у нас маринуется, мы пойдем с Аришей погуляем. У нас сегодня прекрасная погода. Безветренно. В принципе, относительно тепло. Нужно подышать свежим воздухом, чтобы наши пельмени утрамбовались. А мы соорудили вот такую вот горочку. Ариша папе сделал. Точка, да, ну не сильно. Точка сама виновата, лезет под ноги вечно. Вон, смотрите, какая горочка. Вчера была накатана вот где, для того места, где Точка у нас лежит. В снежке играет. Вот до этой вот крепости горка была докатана вчера. А за ночь такой снег хороший прошел, что все это подзасыпало. Блин. Вон, то сейчас Ариша катается с горки. Под ноги лезет. Еще один. Уи-и-и-и. Сейчас Ариша по новой накатает. У нас снег все валит и валит. Скоро нас окончательно завалит. Очень много снега. Посмотрите, забор. Просто там уже, наверное, не знаю. Можно будет скоро его перешагнуть. Теплица моя, конечно. Ну, тут пленка и так уже древняя. В принципе-то, если крыша обвалится, то, наверное, не очень будет жалко. Вот. Потому что ее тут со всех сторон уже и гуси порвали по бокам. Посмотрите, как теплицу завалило. Сейчас подружкам звонила. Говорит, побежали срочно чистить теплицу. Так как она уже начала гнуться. Крыша. У нее поликарбонат. А у меня пока, смотрите, пленку выдерживает. Этой пленки уже я не знаю сколько. Видите, тут дырень, там дырень. Уже года три, наверное, она стоит. Ну, 20 точно сезона. По ней по крыше и кошки ходят мои. А все, смотрите, куда пошла Тося. У них там дыра у гусей проделано было, когда здесь гуси жили. И вот эти вот морковки туда ходят мне. Уйди оттуда. Да, если бы еще Тося, боялась бы снега. Дочка, ушла, говорю, оттуда. Тося, кс-кс-кс. Вот. Не знаю, выдержит ли сегодня. Я тебе ничего говорю. Дышь оттуда. Сразу такая, посмотри, что творит. Бесит меня. В общем, вот такая у нас красота. Мы просто по уши в снегу. Ну, здорово. На улице тепло. Классно. Ой, кто пришел? Марсик. Марсик у нас живет на два дома. Три дня. У нас три дня где-то у соседей живет. Трется. Ай, красотища. Ляпота. Но снега дофига. Интересно, если зиму обещают снежную, то лето будет дождливое. Ладно, пойду на хозяйство. Надо всех... Надо кормить семьей. Надо всех кормить. Сколько на крыше снега. Дюхопалкой подперлется. В таком случае. Надо как-то залезть, почистить. А вот кролики, гляньте, какой слой снега. Обалдеть просто. Не знаю, там практически метр, наверное, уже. Офигеть, нас просто заваливает. Сколько будет воды по весне. Хоть немножко, но будет поменьше. Видите, сколько навалило. Ужас. Кошмар. Каждый день чистим. Он все валит и валит. И валит, и валит. Вон, сколько навалило. Сантиметров 10. Жесть. Ну что, готова картошечка. Готовы ребрышки. Посмотрите, сколько здесь жира. Картошка просто плавает в жиру. Я форму маслом не смазывала. Но было видно, что козочка и так жирная. Добавила масло только чуть-чуть на дно, чтобы картошечка не пригорела, не прилипла. Картошечка подрумянилась. Конечно же, сейчас будем пробовать. Ну вот, если честно, я столько масла, столько жира я не люблю много. Можно, в принципе, картошечку эту выложить на какое-нибудь полотенце. Картошечка, чтобы немножечко в себя жир впитался. Вот я так, чуть-чуть. Ну и, конечно же, мне интересно, самое-то главное, это ребрышки, да? Так. Была такая, вроде, большая. Вроде такой кусок был большой, да? А все, как-то ужарилось весь этот жирок. Ничего не осталось практически. Мясо-то где? Мясо. Вот тут немножко подрежу я. Ну, такой специфический какой-то вкус. Я козлятину ем первый раз. Вот. Но ничего такой. Интересный. На говядину не похоже по вкусу. Это не говядина. Как-то не все. Со вчерашнего дня у меня еще у меня осталась одна рыбинка скумбрии. Сейчас тоже с картошечкой. Сегодня, в общем, удар по печени, да? Жирной едой. Ну, любим мы жирно покушать. На днях смотрела передачу по телевизору. Как правильно выбрать скумбрию холодного копчения. Рыбка должна быть не бледная и не яркая. Вот это вот желтая. Да, желтая краска. Если он очень сильно яркий, значит, там добавлены, ну, искусственные красители. Вот. То есть ее красили. Возможно, даже у нее не было холодного копчения, как такового, да? А ее просто натерли там. Не знаю, как там этот процесс у них происходит. Вот, в общем, рыбка должна быть не сильно яркой, ярко-желтой. Бывают такие на прилавках вот прям это. И в упаковках я рыбу не беру, стараюсь. Я беру на развес. То есть бывает, возьмешь, вроде на вид ничего такая, да? Крупненькая, жирненькая. Вот. А начинаешь пробовать, она какая-то не очень. Вот, одну рыбку мы съели. Как раз осталась вторая. Рыбка действительно вкусная, свежая. Видите, какое у нее мяско переливается. Но видно, что рыбка хорошая, свежая. Так что, имейте в виду, лучше взять две маленьких рыбинки, да? Чем одну какую-нибудь большую, красивую. Вот. Можно будет разочароваться во вкусе. У нас такого было, кстати. Так что, теперь я покупаю такие вот, видите? Не сильно яркий, как бы, окрас, да? Вот этот вот. Не сильно она желтит. Вот. И некрупную беру. Я сейчас жду своих. Андрюшку жду с Аришкой. Должны приехать. Я-то сейчас быстренько перекушу. Потому что у меня там куча переработки по салу. Сегодня еще фарша накрутили. Из трех видов мяса. Это у нас кролик был, свинина и козлятина. Поем и буду лепить пельмени. Ну, а потом мои сейчас подтянутся, тоже уже сами покушают. Единственное, чего не хватает, вот здесь, да? Это зелень. Зелени нет у меня, свежий. Чеснок весь поели, все поели. Надо по новой сажать. Микрозелень тоже вся съедена. В общем, ладно, не буду я болтать. Кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. Ну, я сейчас тоже заточу и побегу делать дела. Сегодня снега у нас еще больше. Видео вчера вам показывало, да, сколько нас завалило. Сегодня шел снег всю ночь. Вот. И сейчас вроде как прекратился. Где ваш вабру? Андрюшка сейчас пойдет с лопатой. Вот, по стойте. А там вообще все пофиг. Так, народная тропа у них тут протоптана. Кошачьи. Сволочи ходят мне туда в теплицу. Надо там, пожалуй, откопать здесь все и снегом закидать. Смотрите, какая шапка. И пленка до сих пор держится. Мне просто даже сейчас жалко. Я не скажу, что здесь прям такая, знаете, ахти, хорошая теплица. То есть она уже со всех сторон порвана. Там, видите, отверстия, дырень. Туда ходили. Там гуси порвали. Здесь гуси, как пока жили, все внизу подорвали. Вот. Блин, тут Аренкина так-то горка. Вот она, видите. Сейчас придется здесь ходить ногами и ломать горочку. Вот. Не скажу, что прям такая хорошая пленка. Но порвется. Вроде как и пофиг. Я в этом году не собираюсь накрывать теплицу. Хотела просто оставить как есть. Может подумать, я здесь гигантский... О, провалилась. Можно подумать, я здесь гигантский урожай собираю. Вот. Но что-то мне сейчас стало жалко прям. Как бы мне теперь туда попасть. О, смотрите, друзья. Какая шапочка здоровая. О, хреново, что я проваливаюсь. О, обалдеть, ну-ка, потихонечку хоть. О, чуть-чуть. На, как-то тут... Нету валенок у меня. И снег прямо в ботиночки мне заваливается. Тут вообще непец. Офигеть. Айсберг такой. Сейчас как-нибудь потихонечку. Вот так вот. Помаленечку. Тут уже не один слой-то. Тут уже с нас там как бы. Ну, хоть так. Хоп. Хоп-хоп. В общем, одной рукой неудобно снимать. И я пока отключусь. Будем спасать крышу у теплицы. В общем, Андрюшка меня выгнал с моей шваброй. Говорит, иди отсюда со своей шваброй. Я, говорит, сам. Нифига, это столько снега у тебя там, да? Почти выше колена. Почти выше колена. Да, в этом году у нас много снега. Маршрут прокладываем. Хотя бы вот основную массу снять. И нафиг. Все равно еще навалит. За зиму. Офигеть, снежка. Какие глыбы. А пленочка-то выдержала, да? На глыбе вот этот снеглистый. А он с трех соседей держит тоже. Поликарбонат держит, да. Ну, тут-то пленка, тут не поликарбонат. Которая уже стоит, по-моему, третий год. Да, ее коты по крыше по этой бегают. Когтями почат. Да, завалило нас в этом году. Ну да, сейчас февраль пойдет. Я знаю. Ну, сугробища какие. Вот это сугробы. Ему надо везде принимать участие. Пофиг, они никто не боятся снега. Что, Точка, что этот? Киневой туда. Кидай туда. Лапа растопырится, чтобы вот так. Да, да. Чтоб не проваливаться. И пофигу. Ты чего хоть? В сторону перешел. Что тебе? По кокушке? Да? Скоро будем перешагивать. Зевс перепрыгнет в легкую, да. Погрейся. Ну, так, конечно, пленка же. Офигеть. Ты это там где? Не на грядке стоишь, а рядом, да? На грядку не надо. Там чеснок посажен. Не надо. Вот здесь, на меже. Если ты мне бортики сломаешь, ты будешь делать новые. Снег, снежник, белая метелица. Представляешь, я бы там со своей шваброй, слышишь? Шваберкой бы махала. Ну, ты ж так. Тихо. Сейчас все на смарку. Да? Порвал? Не? Ну, вот. Туся носится. Туська. Ну, полегче ей стало. Ну, конечно, разгрузили так. На тонночку. Ну. Снова.